Несоединимое. Ничто не предвещало встречу с Андреем Владимировичем, пока я училась в педиатрическом институте. Потом занималась психиатрой, психологией, психотерапией. Но так знала о нем и так думала, как же с ним можно познакомиться. Но пока я была педиатром-терапевтом, к сожалению, пути наши не соединялись, хотя жила я рядом на улице Жуковского, угол Востаня, Жуковского, с детства. И этот дом, в котором есть башня, я всегда в детстве проходила мимо него, ничего, так сказать, не предвещала. И познакомилась я с ним совершенно уникальным образом. Именно тогда, когда я перешла в остеопатию, я начала слушать тело, я начала слушать боль, я начала слушать такие вещи, которые в нашу медицину аллопатическую не укладываются. И вот тогда судьба свела меня с Андреем Владимировичем. Ни раньше, ни позже. И свела совершенно непостижимым образом через моих знакомых. Я была в гостях у Натальи Константиновны Морозовой, той самой дочери Морозова, которую изобрел Капри Морозову, и которая была в музее Андрея Владимировича всю жизнь. Но я об этом еще не знала. Прихожу к ней в гости, и вдруг смотрю, сидит благообразный немолодой человек. И просто познакомились, здрасте, как зовут, как зовут, ну, чем вы занимаетесь. На что я ему сказала, знаете, я занимаюсь такой областью, что с ортодоксальными врачами мне лучше это не обсуждать. Он говорит, ну, все-таки расскажите. Я говорю, вы знаете, я слушаю боль, и боль рассказывает свои истории, и боль рассказывает, и уходит куда-то в генетику, куда-то в ДНК, и возникают картины каких-то прошедших времен. Я говорю, только вы меня, пожалуйста, не отправляйте к психиатру, потому что все психиатры мои друзья. Вот, и я, они меня знают хорошо, и никто мне диагноз не ставит. Он говорит, да что вы, что вы, я же как раз, мне это очень интересно. Давайте прям сразу сейчас попробуем. Давайте. У меня как раз болит нога, говорит он. Мы обеденный стол разложили, прям сразу экспромтом, и стали говорить его ногой. И он был так тронут, что нога его стала рассказывать эту историю. Извините, не могу ее передать, вот, потому что это тайна, ну, не исповеди, но тайна врача. Вот, но тем не менее, мы с ним с этого момента подружились очень крепко, и я приезжала к нему куда в замок, стол массажный на плечо и пешочках, потому что он в лифт не помещался, на плече, я по этой винтовой лестнице поднимала, это было в 2014 году, и мы с ним очень-очень часто встречались. Потом подружились, и выяснилось, что у нас очень много общих знакомок из института, и его одногруппники, с которыми я очень плотно общалась всю жизнь. В общем, члены одного караса с синусиками, мы каким-то образом все сплетены, вот. И, конечно, общение последних этих лет до его ухода, оно, конечно, открыло мне совершенно другую область человеческой души. Вот его милосердие, его сострадание, оно настолько ранило мою душу, что я буквально начинала болеть от того, как я чувствовала, насколько он сострадает, как он сострадает умирающим, как он сострадает душевной боли людей, и как он это через себя пропускает, и как он видит, какие части личности сейчас требуют, нуждаются в терапии, и как он угадывает, как это надо сейчас лечить. Я помню, сама потеряла тогда близкого человека, и пришла совершенно разбитая. И сидели гости за этими прекрасными, с этим прекрасным стволом в замке, стулья которых, которые помнят Анну Ахматову, они тоже вдохновляют. И он при всех мне говорит, оденьте ее в Афину. А я тогда была настолько сильно подавлена горем, что я даже с трудом вспомнила про Афину. И тем не менее, когда меня одели в этот костюм Афины, дали мне какой-то лом, эту шапку, и только совы не хватало. И вы представляете, вот в этот момент во мне начинала подниматься энергия этой богини. Как он это понял, что меня это просто поднимет из руин. И с того момента я начала возрождаться, и познакомившись с этой энергией, откуда я могу знать эту энергию? Но ведь это же его поле каким-то образом создает такие движения, что в этом костюме начинается жизнь этой энергии. И она прям входит в человека. И подумаешь, а что же мы-то такое за костюмчики носим, что в нас может войти любая энергия. поменял костюм, поменялась история, поменялась энергия. Раз другой костюм. «Расскажите о себе в этом костюме», — я говорю. И вдруг в человеке начинал говорить голос, о котором он даже не знал, что он в нем есть. Этот голос, эта энергия, эта субличность начинала рассказывать свою историю. И человек через это мог рассказать о своей боли. Это же не он рассказывает, это человек в костюме рассказывает. Или кукла, которую он предлагал выбрать, и говорит, ну расскажите историю этой куклы. И человек, это уже не я рассказывает, а кукла рассказывает, каким-то образом выносил свою боль наружу и уходил исцеленный. И это было всегда. Не было такого случая, чтобы человек в его замке, переодевшись в другой костюм, не получил исцеление части своей души. Вот. И вот это сострадание Андрею Владимировичу другим людям, оно, конечно... Ну, не знаю, может, из вас кто-то еще встречался с таким в жизни? Я не встречалась больше никогда. Не было в моей 55-летней жизни таких людей, кроме вот него. И удивительно, что, конечно, мы с ним еще и... Да, ведь даже его замок снимали в кино. Наверное, мы увидели в «Тайнах следствий», в одной из серий, его замок все-таки сняли в кино. Вот посмотрите, какая-то из серий в «Тайнах следствий» прямо все его, весь его замок с куклами, с камином, с колоколами, с ключами снимали. И то, что он мистик во всех смыслах этого слова, потому что очень многие части его, я так понимаю, он даже не всегда и демонстрировал. Ну, кто помнит, да, вот печник, который, трубочист, который чистил трубы, да, это было его одно эго, он участок в нем был. Помните же, да, высокий колпак фиолетовый, это был восточный мудрец. Очень уважаемый человек. Очень уважаемый человек. Это тоже одна из его частей. Потом этот шикарный, с цилиндром белым, в сюртуке, вот не помню только, как звали эту часть. Но в нем он тоже был приказочный, сказочный, да, сказочный. Да. Вот. Ну, кто еще вспомнит, в каких он частях был? Дед Мороз. Он к Деду Морозу никогда не увидел. Не удалось. 15 лет ездили в хоспис. А, ну да. И там он ходил, Деду Морозу. Да. Ну, знаете, и много всяких и фантастических историй связано, и много друзей моих из других стран приезжало к нему на консультацию. И у меня с ним тоже связано там много мистических историй. Одна из них, как мы с ним договаривались, с его аппендицитом. Ну, прости, Андрей Владимирович, но это же уникальная вещь, надо рассказать. Потому что ему нужно было ехать на какую-то конференцию, вот. А у меня звонит, говорит, Таня, слушай, я ехал в Рощино, и прям по дороге вот встал и не могу идти. И не могу идти, а надо-то Наташу было дойти там сколько-то там километров. Приезжай. И я приезжаю, смотрю, да, чувствую, есть распаленный аппендиц. И, видимо, он каким-то образом сальником прихвачен. Слушай, Таня, не знаю, надо его остановить, потому что, ну, мне же надо на конференцию. Я к ней готовилась за сто лет. Я говорю, слушайте, ну, я не китайский доктор, я не могу вам прижечь дочку и аппендиц исцелиться. Позвала ему его сокурсника, Кирилла Владимировича Грещенко, в этот же момент мы консилиум собрали, там смотрели его живот. И я говорю, Кирилл Владимирович, ну, там явно аппендиц исполнен. Я хирург, я всю жизнь хирургий, ничего там нету, все, ничего не надо. Когда уехал Кирилл, я говорю, Андрей Владимирович, давайте мы с ним договоримся. Ну, прям, давай. Вот прям попросите его, чтобы он до вашей конференции вас не беспокоил. И что вы думаете? Все, он с ним договорился и не беспокоил, уехал на конференцию и приехал в конце лета. И только в октябре его прооперировали. Вот такой был у нас с ним разговор с его аппендицитом. Ну, такой случай, который, в общем, да никто его не знает. Может быть, я сейчас впервые об этом расскажу. Ну, что еще? Конечно, много я пока сидела, вспоминала вот этих историй. Вот. И то, как он умел слушать душу, как он умел слушать вибрации человек, закрывал глаза и уходил в медитативное состояние. А потом что-то такое начинал рассказывать про то, что надо было бы сделать. Вот. И еще интересно, что ведь он удивительный мистик в том смысле, что он позволял себе изучать, исследовать вот эти совмещения несовместимых, вот как кислого и квадратного огня и вибрации музыки и цвета. Ну, то, что вот и Владимир Михайлович тоже любит делать. И как-то мы с ним вместе фотографировали огонь, наверное, многие с ним фотографировали огонь. И камертоном ударяли по какому-то предмету во время того, когда горел огонь. И происходило что-то невероятное. Как-то из огня из этого, как-то саламандра. Саламандра. Ну, и вот светлая память такому человеку, который, я уверена, что так или иначе, ну, где-то, ну, я не знаю, фантазировать не будем, но каждый, кто с ним был связан, каждый хранит его частичку. И поэтому мы все сейчас, мне кажется, одно тело, ну, знаете, некое сообщество, да? Мы сейчас одно тело Андрею Владимировичу, потому что в каждом из нас он каким-то образом живет. Ну, в ком, как говорится, чем. Вот, поэтому я заканчиваю свой спич, хотя много можно еще рассказывать. И рассказывать, спасибо, что вы есть. И в вашем лице я Андрею Владимировичу говорю спасибо. Спасибо.